Еще два автомобиля из Югры отправят в зону СВО. Неравнодушные югорчане активно помогают жителям новых территорий и воинскими частям российской армии в зоне проведения специальной военной операции. Отправляют продукты, медикаменты, предметы первой необходимости и, конечно, технику. Помогают как частные лица, так и предприятия. С начала СВО югорчане, объединенные группой из социальной сети ВКонтакте «Помощь Донбассу» МАО «Югра» передали в боевые подразделения более 60 автомобилей. Сегодня они готовят к отправке еще две единицы техники. Автобус «ГАЗ» и микроавтобус «УАЗ». Их волонтерам отдали в одном из предприятий Нижневартовска. «УАЗ у нас пойдет подразделением ВДВ, а автобус пойдет внутренним войскам ДНР. Он очень универсальный, он пойдет в минометную батарею. Автобус грузопассажирский, то есть может перевозить как людей, так и грузы. В данном случае будет перевозиться миномет с боеприпасами». В Лангипасской городской больнице появится осовремененная операционная. Здесь идет масштабная реконструкция помещений. В ближайшее время здесь установят три современных операционных стола. На одном будут проводить экстренные операции, на двух других – плановые. Высокая оснащенность включает в себя автоматизированные технологии для удобства работы хирургов. Здесь установят световые лампы с возможностью фокусировки внутрь области хирургических манипуляций, а также бесконтактные двери, которые добавят драгоценного времени специалистам в случае экстренного спасения людей. Новая операционная станет большим подарком больнице, которой в этом году исполняется 40 лет. «Все панели, которые сюда будут доставлены, они подогнаны настолько, что там не проникает воздух за пределы операционной и извне». «Мы это видели в больших крупных федеральных центрах, мы это видели в больших крупных операционных и не только в нашем государстве, а в других государствах». «Операционный – это грандиозный проект, и он был, он лег вообще в основу и был включен в соглашение, которое было подписано губернатором и компанией «Лукойл». В Югре подростки учатся отстаивать свою позицию с помощью литературы. По всему округу прошли первые этапы литературных дебатов «Дети Сократа». Проект направлен на развитие у молодых людей аналитических способностей, эмоционального интеллекта, способности думать, рассуждать, выражать и корректно отстаивать свою точку зрения. Например, школьникам с помощью рекомендованной литературы нужно было рассказать, кто такой подросток. Экспертное жюри оценивало умение участников не только красиво говорить, но и находить смыслы в произведениях. Это был только отборочный этап. Самых красноречивых ждут полуфинал и финал, который пройдет в Ханты-Мансийске на базе телерадиокомпании «Югра». Водросток, это человек от 10 до 19 лет, у которого формируется тело, наступает новое созревание. Вы только слушайтесь! Я выделил капсом. Появляется вызывающее поведение, нестандартные вкусы во всем, от одежды на музыке и к прочим аспектам жизни. И знаете, в этот момент я подумал, а кто это написал? У нас есть такие критерии, как глубина проработки темы, затем то количество аспектов, то количество граней, которые человек найдет, культура речи и этика, умение соблюдать регламент, умение выслушивать и умение задавать вопросы. Все это суммируется в результате в универсальное действие говорить и быть услышанным.